Подводя итоги уходящего 2021 года, невольно вспоминаешь, сколь много было сделано специалистами жилищно-коммунального хозяйства. Особенно хорошо потрудились работники Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия. В этом году они работали буквально не покладая рук. За год модернизацию пережило большое количество городских улиц. Произведено сплошное асфальтирование на общей площади более 116 тысяч квадратных метров. Осуществлен ямочный ремонт уличной дорожной сети более 29 тысяч квадратных метров. Кроме того, была выполнена замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 11 дворов. Цифры немалые, но еще есть к чему стремиться. В этом году была проделана огромная работа по сплошному асфальтированию наших городских территорий, городских улиц. Порядка 116 тысяч квадратных метров асфальтобетонной смеси мы уложили на дороги общего пользования города Бреста. В целом, хотелось бы сказать, что город требует гораздо больше. Мы планируем в следующем году продолжить эту работу и, я думаю, что не в меньших масштабах, чем в этом году, произвести асфальтирование дорог города Бреста. Но не только транспортные артерии областного центра преобразились за 2021 год. Благодаря последовательной работе специалистов Брестского котельного хозяйства и проведению комплекса ремонтно-подготовительных работ, город, а точнее его жители, практически не имеют проблем в обеспечении надежной работы инженерных тепловых сетей. В этом году была произведена замена более чем 13 километров коммуникаций. Хотелось бы сказать еще, у нас есть водоканал предприятия. Брест, можно сказать, не единственный, но входит в число лидеров, которые, скажем так, выполняют тоже одну из программ, это обеспечение 100% населения питьевой водой. На сегодняшний день город Брест добился этого показателя, и мы ежегодно тоже меняем порядка 4,5 тысяч метров погонных водопровода и канализационных труб. Тоже приблизительно такое же количество. В следующем году тоже будет это продолжаться, тоже в рамках программы «Комфортное жилье». Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы реализовывалась основательно. Сюда вошли работы и по приобретению и замене лифтово, совершенствованию систем обращения с коммунальными отходами, а также благоустройства территорий. Стоит отметить, что вопросами озеленения традиционно занимали сотрудники предприятия «Коммунальник». Результаты их работы впечатляют. За год они посадили 22 тысячи деревьев, высадили порядка 7 тысяч кустарников и более 530 тысяч цветов. Озелененность города Бреста у нас возрастает, скажем так, это тоже есть доведенный показатель, он должен быть не менее 40%. У нас Брест, я насколько знаю, 45%. То есть мы как бы этот показатель выполняем. В этом году, в отличие от прошлого года, мы высадили тюльпаны. Немного, конечно, было высажено порядка 30 тысяч, но самые основные цветники, которые будут нас радовать сразу после наступления положительных температур, после схода, скажем так, снега и наступления положительных температур. Будем в следующем году тоже продолжать озеленение, я имею в виду высаживание цветов. Я думаю тоже, что порядка 500 тысяч мы на городских территориях высадим. Разговор с генеральным директором ЖКХ города Юрием Климаховичем получился основательным и разноплановым. Мы уже готовим расширенный материал, в котором расскажем об итогах работы предприятий, что входит в структуру жилищно-коммунального хозяйства областного центра. Смотрите его в эфире «Итоги недели» уже в эту субботу в 19.30.